Через реку Риагранды. Мигранты идут потоком. Они движутся к американской границе просить убежище. Многие из них начали свой путь в надежде, что отмена раздела 42 поможет им пройти границу быстрее. Но пока мигранты шли, в силу вступили другие правила. «Мы все напуганы, боимся за наши семьи. К примеру, моя родня направляется сюда, и мы понятия не имеем, что всё происходящее означает. Будет ли сложнее теперь или легче попасть в США?» Впрочем, назад, говорят мигранты, дороги тоже нет. «Ситуация ужасная. В моей стране всё очень сложно. Сложено с едой, работой, медициной совсем». Вот только чтобы получить убежище, недостаточно, чтобы в родной стране были экономические трудности или возникло желание воссоединиться с роднёй в США. Основанием для получения убежища может стать, например, преследование в родной стране по политическим или религиозным убеждениям. Американские власти предупреждают те, кто не имеют права на убежище и попали в страну нелегально, отныне будут депортированы по правилам раздела 8, вступившего в силу вместо 42-го в ускоренном порядке. Министр национальной безопасности США Алекандро Майоркас предупредил об ужесточении последствий для тех, кто попытается незаконно пересечь границу США. «Наши границы не являются открытыми», – заявил министр в четверг на встрече с журналистами в Белом доме. Но мигранты из Венесуэлы, Гватемалы, Гондураса продолжают идти. Путаница и неразбериха – так описывают ситуацию на границе правозащитники. Приложение CBP-1, которое власти США призывают всех использовать, пока ситуацию не спасает. «Подобная ситуация на границе уже не первый год. Там много путаницы, люди. Мигранты бегут из своих стран в отчаянии из-за условий жизни. Они пытаются добраться до США, и так было в течение десятилетий. Приложение CBP-1, как известно, не очень эффективно. В нем много сбоев. Система похожа на систему лотереи. В ней участвуют тысячи и тысячи отчаявшихся на границе людей. Число заявок ограничено, а людей, пытающихся записаться через приложение, чтобы подойти к границе и попросить убежище, много. Некоторые люди пытались безуспешно заполнить заявку в приложении в течение пяти месяцев и просто сдались». Артур Авискара работает иммиграционным адвокатом в благотворительной организации Чирло. Фонд помогает мигрантам обустроиться в Калифорнии, как легальным, так и нет. Такие организации, как Чирло, сейчас вовсю готовятся к наплыву мигрантов. Находят для них ночлег, помогают с продуктами и одеждой, решают иммиграционные вопросы. «Наша организация Чирло расположена в Калифорнии, и главная её задача – это предоставлять мигрантам напрямую верную информацию о иммиграционном законодательстве. Мы работаем с организациями в Мексике, которые помогают мигрантам на местах». Иммиграционные тюрьмы, говорят власти, переполнены при этом поток мигрантов. Только растёт. Администрация президента Байдена предлагает всем нелегально прошедшим границу добровольно перейти её обратно в Мексику, чтобы избежать депортации и запрета на въезд в США. Мэр Чикаго Лори Лайтфуд просит губернатора Техаса, который переправляет мигрантов из своего консервативного штата в либеральные, перестать посылать к ним автобусы с людьми. Размещать их попросту уже негде. «На прошлой неделе я написала письмо губернатору Техаса, так как нам стало известно, что он собирается вновь отправить к нам в Чикаго на автобусах мигрантов. Я хотела объяснить ему, да, мы открыты к приему мигрантов, но у нас закончились ресурсы из-за его желания политизировать вопрос. Но моё письмо осталось без ответа. И вместо этого сегодня к нам прибыли на автобусе 48 мигрантов, отправленных из Техаса губернатором. У Чикаго попросту нет больше возможности оказывать помощь и принимать мигрантов». Ситуацию на границе сейчас держат под контролем военные, прибывшие в Южные Штаты для того, чтобы следить за порядком и обеспечивать безопасность. Ангелина Багдасарян, Вазген Воржебетян, Голос Америки, из Калифорнии.